Доброе утро, дорогие друзья! Четверг, недельная глава Шлах. Сильная глава. Давайте немножко вернемся в историю. Когда мы читаем исторические книги или изучаем, мы удивляемся, насколько недалекие были наши предки. Никто из них не размещал Windows от Apple, никто не мог не пользоваться какими-то Samsung, не знал, что есть гаджеты. И нам кажется, что мы стоим над ними, такие умные, такие продвинутые. На самом деле все это несколько иначе. Приведу только один пример. Такая вот из черника книга, опять ниже издана. Кто на русском языке читает или вообще все знают великолепно основополагающий комментарий Раша, который был написан, его сегодня почти никто не понимает, но изучают все. Но он был написан в свое время, 200 лет назад, примерно, для детей 3-5 лет. Они все понимали, а мы с вами не понимаем. Поэтому кажется, что мы стали сильнее, умней. Но когда ты видишь мир о духовности, к сожалению, оказывается все не так. Что-то не сработало, и мы свернули всем миром не на ту дорогу. Мир необычайно преобразился. И жизнь изменилась. То есть технический прогресс делает возможность, такие сейчас, которых раньше никто даже себе представить не мог. К сожалению, не все так происходит хорошо, когда речь идет о духовности. Здесь наблюдается совершенно противоположное. Ужасающее падение нравов. И все видите торжество ложных или каких-то бредовых идей, порожденных в основном началом. И физическая легитимация того, что в прошлых поколениях порицалось, или в торе, просто написано как запрещенное. Это все проявление, ну, к сожалению, низменного животного. И все это вырвалось вперед. Содом и Гамора возродились на наших глазах. И на наших же глазах происходит крушение того мира, который в этом пути развития полностью исчерпал себя. Да. Началась пандемия, и вдруг все поменялось. Богу достаточно было послать в этот мир маленькую-маленькую такую невидимую взглядом микробик такой. Современное общество вообще характеризует себя как общество людей, поставивших все на продвижение, я знаю, в карьере, в обществе. Быть на уровне. Надо предвзойти этот уровень. Дом должен быть хороший, квартира лучше, квартал хороший, машина подобающая. Кредитная карточка даже правильного цвета. Из-за вот этого непрерывного состязания мы находимся под постоянным давлением. Оно изматывает человека, человек жертвует многим. И ради чего? Ради того, чтобы казаться, а не быть. Мы с вами не выдержали испытания, которые сами выбрали для себя. Бог дал нам путь развития. В этой недельной главе рассказывается, как он предложил одно, люди выбрали другое. Так очень часто было. Бог не мешает. Написано, что небеса ведут тебя по тому пути, по которому ты сам хочешь, чтобы тебя вели. Но есть огромная разница между испытанием, которое подвергает нас Бог, и испытанием, которое мы подвергаем себя сами. В тот час, когда человек испытывается Богом, Бог дает ему силу выстоять в этом испытании. Когда человек испытывает себя сам, то тут уже он рассчитывает на собственные силы. Мы решили испытывать себя сами. И, к сожалению, похоже, что не выиграли. Что дальше происходит, все предсказано нашими мудрецами и пророками. Если человек способен смотреть в будущее, не жить по принципу, после нас хоть потоп, тогда он может подняться над всеми этими невзгодами и в самых сложных условиях спастись, как говорится. Вы знаете, я вот Болшенту, я два слова Болшенту скажу, он однажды попал в дом к человеку, который был тяжело болен. Спросил у врача, что тот сказал, неутешительный вывод, он проживет день-два или там, или вряд ли. Повреждены все кровеносные сосуды. Болшенту попросил врача выйти, остаться один на один с больным, хотя тот был без сознания. Что происходит дальше, так неизвестно. Когда он вышел, больной попросил суп, начал принимать пищу, выжил, врач подошел, говорит, слушай, я хочу объяснение. Он говорит, я тебе объясню. 365 жил в человеке, соответствует 365 запретам ТОРа. Этот человек много грешил, его грехи постепенно материализовались в настоящие болезни. Я поговорил с его душой, и она согласилась на мои условия справиться. И теперь он выздоровеет. Мы сегодня точно так же, все больные, вот душа наша больна. Все кажущиеся победы являются поражениями. Все меньше и меньше мы поднимаемся над собой. Главное, нет тех, кто мог бы поговорить с нашей душой. Но мы-то сами можем с ней поговорить. Мы можем сами с ней пошептаться и узнать, в чем дело. Нужен правильный взгляд на жизнь. Надо понимать, что мы духовно очень маленькие, и очень сильно верить в себя, верить в Бога и верить в оптимизм. В Гартфурге был ученый такой, он в своей книге «Богатство и бедность народов» пытался найти ответ на вопрос, почему одни страны процветают, а другие никогда. Он посвятил всю жизнь гигабайты материала, изучил, он написал следующее. Этот мир принадлежит оптимистам, не потому что они всегда правы, а потому что они жизненно утверждающие. Даже ошибаясь, они сохраняют это качество. Это и есть путь достижений, учения на ошибках, совершенствования и успехах. В открытых глазах оптимистов видна мысль. Пессимистам же остается утешаться тем, что они правы. Но оптимизму мы предпочитаем надежду. Оптимизм это вера в то, что все наладится, а надежда это то, что все наладится благодаря нашим усилиям. Брахава и Ацлахам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...